Приветствую вас. Я, если честно, вот не совсем понял, зачем эти имена Люда, Лена, то есть, как бы, ну, какое значение это имеет для нас, именно вот для нас, для психологов я имею ввиду, ну, вот. И ваш вопрос, который вы задаете, вы спрашиваете, как реагировать на неудобные вопросы, так, в первую очередь, нужно спросить, почему эти вопросы для вас неудобны, во-первых, сделать их удобными, то есть, изменить либо саму суть вопроса, либо изменить отношение свое к этому, вот. А то странная ситуация получается, вопрос вам, вам, какой-то вопрос вам кажется неудобным, ну, вы ответственность за это перекладываете на, собственно, других людей, в данном случае на, вот, Лену и ее маму Люду. Хотя, казалось бы, люди просто задают те вопросы, которые их, ну, в той или иной степени волнуют, интересуют, и все, а реагируете негативно на это уже вы. И, в общем-то, если вам неудобно, то это повод именно спросить себя, понимаете, это повод именно спросить себя, почему мне неудобно, почему мне неудобен этот вопрос, из-за чего он мне неудобен, ну, и так далее. Я думаю, что это, собственно, и может послужить таким вот глобальным ответом на ваши вопросы. У моей мамы есть младшая сестра Люда, ее дочь Лена. В детстве мама всегда помогала по хозяйству, с Леной занималась ТД, Лена не помогала, только училась, 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 училась. В итоге у моей мамы нервная работа, где платит около 25к, у Лены высокооплачиваемая работа, престижная IT-компания, высокая должность и большая АЗП. Смотрите, я не очень понимаю, почему вы сравниваете свою маму и Лену. Это первое. Второе. Никто не заставлял, я так полагаю, да, никто не заставлял вашу маму помогать. Как бы. Своей, ну, своей сестре. Вот. То есть, если она это делала, значит она это делала сама. Вот. Ну, как минимум, она это делала сама. Она это делала сама, потому что, ну, ей, вот, например, ей так хотелось. Допустим. Ей так хотелось. Вот. Это был ее выбор. Выбор вашей мамы. Дальше. Вполне логично, что если люди, условно говоря, помогают, да, вот, помогают кому-то что-то делать, то у них, да, у них, это получается объективно лучше. Вот. Знаете, какая штука? Если ваша мама отдавала, ну, допустим, часть своих сил, значит, дочери своей сестры, да, то естественно, что она отнимала это у себя. Вот. И тут вопрос заключается именно в том, на самом деле, почему она это делала? Почему она так поступала? Почему она так себя вела? Ну, ладно. Вот это вопрос к вашим, к вашим, а, помимо того, что, как бы, ну, сравнение, да, здесь оно не, не в кассу, не в кассу. Потому что у вашей мамы свой путь, а у Лены, да, у нее, как бы, свой путь и разные способности, плюс ко всему. А дальше, они периодами нас пилят. Ну, понимаете, опять же, вот, кого нас, то есть, вы можете сказать, меня и маму, да, но вы все же с мамой, ээээ, люди разные. То есть, есть вы, а есть ваша мама. И, на мой взгляд, не совсем понятно, почему, ээээ, вас пилят. Пилят лично вас, возможно. То есть, лично вас, возможно, что-то задевает в этой ситуации. Ну, так, если вас, ээээ, значит, ээээ, что-то задевает, да, если вас что-то задевает, то давайте спросим себя. Давайте спросим себя. А что? Что конкретно вас задевает? Что конкретно вас напрягает, ну, в этой ситуации? И мне кажется, что, как минимум, ээээ, с этим нужно разобраться. Как минимум. То есть, как минимум, нужно ответить себе на вопрос о том, как лично меня, как лично меня задевает эта ситуация вся. Понимаете? Какая, какая штука, какая штука. Вот. Дальше. Едем в отпуск через Москву. Люди летите на самолете. У нас не такой большой доход. Поезд стоит гораздо дешевле. Эту разницу я получил в отпуске поправку. А как реагировать на такие просьбы? А как реагировать разве не очевидно? Что, ну, есть, как бы, ваш выбор. Есть, как бы, ваши решения. Есть, как бы, ваши, ну, ваши позиции. Ваша позиция. А, и вы действуете так, как вам хочется действовать. То есть, вы просто выбираете такую позицию, как, которая вам подошла. Вот. И я не очень, если честно, а понимаю, в чем здесь, собственно, сложность. Вот. В чем сложность заключается, в данном случае. В чем сложность, допустим, допустим, просто сказать, что нам так удобнее, нам так лучше, нам так эффективнее, нам так гармоничнее, экономичнее и прочее. То есть, вот, вопрос, вопрос, на который, мне кажется, нужно вам тоже дать ответ. Кроме того, необходимо определиться с тем, что вы хотите. То есть, как реагировать, чтобы, чтобы что, в итоге. То есть, какая цель у реакции. Разная. Цель предполагает разные реакции. Поэтому, конечно, конечно, было бы здорово, если бы вы как-то вот определились бы с этим моментом. Иногда Люда и ее муча в глаза называют меня чуть ли не тупой, по сравнению с Леной. Я старший на 10 лет. Как вы думаете сами, почему у этих людей появляется такая потребность? Я имею в виду потребность вас обесценен. Вот почему такая потребность у этих людей появляется? Как вы считаете? Я думаю, что ответ здесь достаточно прост. Люди испытывают с вами конкуренцию. Люди с вами конкурируют и видят вас, своих соперников. Вы принимаете это за чистую монету. Вопрос, конечно, заключается в том, почему вы принимаете это за чистую монету. Вот. Ну, называют вас тупой и тупой. И что? Вы-то сами как к этому относитесь? Вот то, что вы дальше пишете, это болтсите. Просто желание доказать, что нет. Я не тупая. Нет. Я ничем не хуже. Вы сравниваете себя с Леной. И я не очень понимаю, зачем. Но вы не уверены в себе. Вас это задевает. Вот с этим я, наверное, работаю. Ленин, когда любит, спросите меня или моей мамы, помним мне закон ОМА. Мы объясняем, что он нам в жизни не пригодился и вряд ли пригодится. А зачем объяснять ей это? Лучше спросите просто, а зачем она? Мне он неинтересно. Можно сказать так. И все. Ну, к примеру. Она начинает намекать, что вы тупые. Допустим, на что угодно намекает вопрос в том, как это задевает вас. И если эти люди вам не симпатизируют, то зачем вы с ними общаетесь сейчас? Тоже не очень понимаю, как реагировать, хотя в сравнении понимаю, что я в чем-то лучше Лены и не тупая. Ну, вот тут у вас уже идет какое-то желание соревноваться. Также есть подозрение, что на моем первом месте работы в одной компании с Людой, она посоветствовала моему увольнению. Как вы думаете, почему она это сделала и к чему вы написали третий пункт? Вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос. Вы вот задаете, да? Вопрос, как? Значит, реагировать на неудобные вопросы чрезмерно богатых и наглых родственников. Во-первых, все, значит, чрезмерно богатых и наглых. Где вот этот вот грант богатства и наглости у людей? Это первое. Второе. Неудобные вопросы, они неудобные для вас. И в первую очередь нужно определиться, чем они неудобные для вас и сделать их удобными для вас. Чтобы вы не боялись чего-либо вообще. Чтобы у вас на все был ответ и на все была своя точка зрения. И как реагировать, чтобы что в итоге. Об этом я рекомендую вам подумать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Хорошо. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...